Как вы могли заметить, на нашем канале в последнее время довольно много материала было посвящено Алише Руморгенштерну. Безусловно, сегодня он на пике своей популярности, что, конечно, объясняет то огромное количество хейтеров, не пропускающих ни одного движения рэпера. Однако в рэп-игре есть люди, которые открыто заявляют о своей симпатии к звезде новой школы, и сегодня мы расскажем вам о таких. С вами канал Убивая БПМ, мы начинаем. Поехали! Начнем с карандаша, который в недавнем своем интервью заявил следующее. Сейчас мое финансовое состояние изменилось в худшую сторону из-за коронавируса. Ровно до той степени, что я не мог назвать себя обеспеченным. А без карантина и при тех же темпах развития, да, конечно, очень надеюсь, что все вернется. А что ты хочешь услышать? В России плохо быть успешным. Мне не очень хорошо удается показывать финансовое состояние. Вот жутко завидую Моргенштерну. Человек вообще не стесняется своих заработков. Очень хотелось бы так же. Собчак недавно очень удачно сказала в интервью для редакции. Представляешь, если бы Дудь сидел в инкрустированных роликсах, показывал загородный дом и делал вид в инстаграме, что звонит по пачке пятитысячных. Или на из МС купил бы себе Rolls-Royce, который он, конечно же, может себе позволить, и ездил бы с водителем и охраной. Это же оттолкнет слушателей от него. Русский мир он таков. И вот что еще заявил Карандаш, отвечая на вопрос о лучших молодых артистах. Кейк Бой мне нравится. Битые стекла это супер хит. До Гуда Джаз у них недавно вышел альбом до мурашек. Мой фаворит года. Они переживают второе дыхание. Лил Кристалл очень нравится его стайл. Дико проникся последним клипом My Way. В сон не импонирует. Ни одно интервью не может обойтись без Моргенштерна. У него прекрасный вкус на биты и хитовость. Ни разу не мое, но что-то внутри заставляет уважать его как артиста. Да, он раздражает и бывает навязчивым. У него неоднозначная репутация, но это яркий и крутой персонаж. Если говорить про старую школу, которая симпатизирует Элишеру, то нельзя не вспомнить про Гуфа. В апреле Гуф в новой трансляции рассказал, что записал фит с Моргенштерном. На вопрос собеседника будет ли совместный трек, Алексей ответил «Уже есть». В январе рэпер рассказывал, как Моргенштерн предлагал записать продолжение Ямакаси, одной из главных песен в карьере Далматова. Артисты недавно встретились на даче Гуфа и, видимо, вернулись к этой идее. Но с треком получились заминки. Прямые эфиры Гуфа в инстаграме всегда очень продуктивны. Если раньше, запуская трансляцию, Алексей срубал 3 миллиона за батл с Птахой, то сейчас рассказал, почему не вышел трек с Моргенштерном. По словам Далматова, Элишер начал общение с фразой «Здоровый шкет». А когда Гуф согласился на фит, Моргенштерн ответил «Спасибо, целую» в причинное место. Гуфу не понравился диалог, и в итоге Алексей так ничего и не прислал Элишеру. Ямакаси хотел, ваш любимый, всеми, Моргенштерн, переиграть бит под новый... То есть мне прислал минус под новый лад, что ли, переделанный Ямакаси. Писал припев, говорит, напиши сюда куплет, говорит, залетай. Ну, после того, как он меня назвал «Шкет», «Здоровый шкет» он мне пишет. А потом, когда я ему сказал, что напишу куплет, он мне присылает сообщение. «Спасибо, бро, обнял тебя, целую тебя в хуй!» Ну, я хуй, не знаю, как после этого писать хит с человеком. Какой-то у вас новый прикол, да, походу? Я что-то не догоняю. Но ребята уже помирились, и недавно снова собрались в загородном доме Гуфа для того, чтобы потусить. Два сынка мои! Ну, а теперь давайте перейдем к новой школе, и начнем, пожалуй, с Гонфлада. Надо напомнить, что Алишер и Саша вместе снимались в клипе. В октябре, два года назад, петербургская рейв-группа Little Big выпустила клип на песню с Кибиди, которая вошла во вторую часть альбома Anti-Positive. В клипе Ильич и компания танцуют странный ритмичный танец, и даже сражаются в уличном баттле в умении его исполнить. Даже Годзилла танцует вместе со всеми. В видео снялись Алишер Моргенштерн, Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко, рэпер Гонфлад и многие-многие другие. Вот что Гонфлад говорил на одной из своих трансляций по поводу Моргенштерна. Как относишься к Моргенштерну? Вполне неплохо, хороший чувак. Делает свое... Отношусь с уважением. Как известно, Алишер родом из Уфы, столица Башкортостана. Теперь это еще и столица нового русского рэпа. Оттуда же родом Фейс. Надо сказать, что Алишер и Иван были знакомы еще до популярности, ведь Моргенштерн монтировал первые клипы Фейса. Сегодня Иван достаточно положительно относится к своему коллеге, и они даже вместе выступают. Год назад стало известно, что в Уфа-арене соберутся популярные рэперы из Уфы. Фестиваль «Новая Атланта» обещает стать самым ожидаемым событием не только для города, но и для России. Ни для кого не секрет, что Уфу называют второй Атлантой. Здесь самая высокая концентрация талантливых рэперов. Именно Уфу больше всего из городов упоминают в песнях. На данный момент известны имена двух хедлайнеров фестиваля – Фейса и Алишера Моргенштерна. Полный список артистов держится в секрете. Организаторами фестиваля выступил сам Алишер Моргенштерн и диджитал-агентство Мёд. Мы специально не раскрываем весь лайнап, чтобы сохранить интригу. Хочется на протяжении всего времени подготовки фестиваля радовать и удивлять уфимцев. Можно сказать точно, что это событие станет историческим. Мы с Алишером хотели собрать своих ребят с района и сделать крутой перформанс, поэтому особое внимание уделяем им на шоу-программе, говорит Алина Алленс, основатель агентства Мёд. На фестивале рэпер Фейс презентует новый альбом «12», который вышел 1 октября 2019 года, а также порадует своими старыми треками. Алишер Моргенштерн выступит на сцене в формате live со своим музыкальным бэндом. Интересный факт. Именно организация данного фестиваля дала повод Стасу Айкек просто сделать вывод о том, что Фейс и Алишер работают с государством, что он и озвучил в своем разоблачении. Вот что сам Фейс говорит об Алишере. Как к Моргену относишься, как к кому относишься, да б***ь. Какая нахуй разница, как к кому относится. По большому счету, к Моргенштерн нормально я отношусь, я же сказал уже, знаю, знаком с ним. Ну и конечно, как же без Элджея? В июле два скандальных рэпера экранизировали свой Бенгер, из-за которого якобы поругались. Для съемок клипа «Кадиллак» Моргенштерн пригласил Элджея к себе домой. Парни устроили фейерверки во дворе, поиграли в баскетбол и посорили деньгами. Конечно же, в кадре засветились их автомобили. Получился простой ролик, иллюстрирующий вполне будничные занятия хип-хоп-звезд. Моргенштерн также публиковал пост, в котором рассказал, как был рад предложению Элджея записать фит, и поздравил коллегу с днем рождения. Алексею исполнилось 26 лет. Да, три года назад я делал на тебя изи-рэп и считал твое творчество ущербным. Но чуть погодя я прозрел, научился чувствовать музло и осознал всю гениальность слепого чувачка. В те годы ни одна пьянка или вписка не обходилась без твоего вархатного голосочка, обратился к лаборатору Моргенштерн. На дне рождения рэперы Моргенштерн и Элджея устроили стрельбу из автоматов. Видео выложил в своем инстаграм-аккаунте Элджея. Музыканты стреляли в воздух, сидя на красном спортивном автомобиле. Все это было в честь клипа на песню «Кадиллак», премьера которого состоялась за день до этого. Иногда свою симпатию к Моргенштерну рэперы выражают через выпуск целых треков, посвященных ему. Так поступил Слава КПСС. Помимо прочего, он купил новый мерч Моргена, из-за которого недавно разгорелся даже целый конфликт. Видео про это вы можете посмотреть на нашем канале. Ну что, друзья, вот и оно, вот и оно. На этой записи вы слышите трек «Славы, буду как Моргенштерн». Припев трека рассказывает про Алишера и его пребывание в Бишкеке. Из всех удовольствий в жизни Моргенштерна, Слава выбрал баню и гастроли в Бишкеке. Бишкек, кстати, родной город Замая, друга Славы из антихайпа. Баня не раз появлялась в творчестве Алишера. В разных треках и его постах в инстаграме, где он голый расхаживает перед девушками. Также частенько Моргенштерн залетает на концерты Клил Кристалу, которые, видимо, находятся в дружественных с ним отношениях. Ну и наконец Тимоти. В начале Юлия, Алишера и Слава попросили Тимоти спродюсировать им трек необычным способом. Их фанаты заспамили инстаграм Юнусова хэштегом «Едь в трэп дом». Тимоти согласился, я принимаю все твои условия и не буду вносить никаких корректировок в произведение. Но у меня тоже есть условия. Я вас двоих сниму в клипе на эту песню так, как я хочу, и вы не сможете внести ни одну правку в сценарий. Плюс я помещу туда столько рекламы, сколько я захочу. И похоже, совместной работе артистов быть. Не так давно рэперов заметили вместе на съемках видео в Сочи. В подтверждение теории фанатов Тимоти выложил сториз с пальмами. Одной из локаций возможного клипа они выбрали казино. Плюс недавно Мерлоу поделился сториз из студии. Элишер и Тимоти слушали новый трек, и недавно на канале Слава вышел ролик, посвященный этому сотрудничеству. А на этом у нас все. Кто еще из ваших любимых исполнителей хорошо относится к Элишеру? Пишите свои варианты в комменты, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!